Давайте послушаем вторую часть откровений. Герой Донецкий? Жога, Абхаз, Ходоковский? Да, по-моему, даже тогда я о нем слышал, рядовым, естественно, но это был 2014 год, то, что он сейчас командир, это, наверное, и правильно в какой-то степени. Разные тоже о нем отзывы, но мне больше всего понравились два других человека. Это пан Ходоковский, который не воевал вообще никогда, ни в одном бою никогда не участвовал. Человек, который в 2014 году просто саботировал оборону Донецка, просто свернул все свои подразделения на базах Ахметовских и не высылал на фронт ни одного танка, хотя они у него были, ни одного человека даже. Это человек, у которого было в критический момент обороны Донецка, имелось пять танков, три ноны и до, там, по разным оценкам от 300 до 500 штыков. Это была очень серьезная сила, но даже в отличие от того же Аплота, от Захарченко, он просто категорически отказывался даже взять какой-то участок фронта под оборону. Держал там, по-моему, одно отделение или два на Саур-могиле и все, и не больше того, не более того. И то он на Саур-могилу оборонял не Восток, а в основном Аплот. Еще и казаки там какие-то были. Ну, я на Саур-могилу много раз мимо проезжал, но ни разу не заезжал лично, поэтому, как говорится, сказать, что кто там конкретно сидел, это пусть другие говорят. Знаешь, что там были какие-то востоковцы. Но прославлен пан Ходоковский уничтожением отряда «Искра» в аэропорту. Прославлен потом под Мариновкой тогда погибло подразделение русских добровольцев, прорывавшиеся. Тоже он там вроде бы чем-то руководил, но опять же в бою не участвовал. Ходоковский не участвовал ни в одном бою. И сейчас он там не воюет, а занимается обеспечением своего якобы батальона. То есть выполняет те же волонтерские функции, которые на самом деле, не находясь в зоне боевых действий, выполняю в какой-то степени и я. А мои друзья и товарищи, такие как прапор Евгений Владимирович Скрипник, находятся там постоянно и намного ближе к фронту, чем находится пан Ходоковский. Ну а про легендарного Абхаза я уже тоже много раз говорил. Это человечище, там есть действительно обвешенные медалями, на спине их тоже шесть. Не так давно по первому каналу российского телевидения рассказывал, это я лично видел, о том, как надо, как можно не бояться лепестков, что лепестки это ерунда. Что всего-то, что нужно, это иметь хорошие армейские ботинки и их не завязывать. И лепесток тогда не повредит ногу, даже если ты на него наступишь. Такой уровень боевых знаний, там, и раз такой опломб при рассказе уверенном, вот, по центральному каналу на всю Российскую Федерацию, но он просто снимает все вопросы о том, что из себя представляет Абхаз с точки зрения, по-настоящему, военного человека, боевого командира. То есть там действительно надо снять шляпу, раскланить и сказать, что вот да, вот, вот все, кого я знаю, вот они все идиоты, а вот один Абхаз, он оказывается вот такой вот герой. Очень-очень хочется предложить Абхазу одеть самые лучшие военные ботинки с кевларовой подошкой. Не завязать их и пройтись по лепесткам, хотя бы по одному. И посмотреть, как после этого он будет там рассказывать о своем героизме, валяясь в госпитале, как минимум с переломанными костями стопы, и если ее, конечно, не отрежут после этого. Ну, бывает. Но, конечно, Владимир Рудольфович молодец, то есть он, у него подбор героев подходящий, свидетельствующий о его собственном глубоком понимании боевых действий. Вот. Как я уже сказал, Владимир Рудольфович срочно службу в армии не служил, у него, наверное, плоскостопие или еще там что-то. Ну, что такое может быть у такого, у каратиста там, с чем он там, сам бы еще, по-моему, занимался, да? Ну, плоскостопие, скорее всего, наверное. Вот. Нигде никогда не воевал. Конечно, его уровень знаний, собственно, ну, не ниже моего полковника Федеральной службы безопасности, который сержантом участвовал в первой чеченской кампании, добровольцем воевал в Приднестровье, в Боснии, оперативником-офицером принимал участие во второй чеченской кампании. Между прочим, там тоже приходилось стрелять и не один раз, и по мне там стреляли, и не один раз. Ну, понимаю, что, конечно, да, Владимир Рудольфович, сфотографировавшийся там с разными гранатометами, пулеметами, он, конечно, по уровню где-то на моем уровне, я согласен. Тут тоже спорить не буду. Браво. Дальше. Точно меньше, чем струна, точно в разы меньше, чем наши боевые генералы, точно в разы меньше, чем ребята в игноре. Ты ничего вообще в этом сейчас не понимаешь. Поэтому же сиди и не позовься, спокойно встретиться старость. Ты обосрался. Ну, вот видите, опять, ну, что поделось. Неравнодушен к этой субстанции. Да, к этой проблеме Владимир Рудольфович неравнодушен, может быть запор, может быть геморрой. Сидеть-то сколько приходится. Ну, понимаю, у меня в самого геморрой, правда, он благоприобретенный. Я его еще в первую чеченскую приобрел, там, надорвался, когда снаряды таскали. Ну, у нас у всех, у каждого второго, там, в батарее был геморрой. Ну, понимаю, Владимир Рудольфович, понимаю. Тяжело. Не на снарядах, конечно, я знаю, там, на озере Кома, в Италии, где-нибудь, ну, ясно. Вот. Но дело-то даже не в этом. Генералы боевые у нас разные. Кажется, я откатился из Славенска. Ну, позорно сдал, да, допустим, да, Славенска откатился. Ну, а вот не забыли, Владимир Рудольфович, а кто у нас еще-то от Славенска совсем? Недавно откатился. Всего-то там 25 километров не дошел. Что ж фамилии-то не назвали? Южний Изюм, а такой плацдарм, 1-я гвардейская танковая армия. То ли 16, то ли 17 БТГ там на ней было, на этом плацдарме. Изюм про Изюм я говорю. А они куда откатились? Вы представляете, что такое 1-я гвардейская танковая армия? Таманская, там БТГ Таманской дивизии, БТГ Кантемировской дивизии. Сотни танков и бронеединиц, сотни единиц артиллерийских орудий. А что же они-то из-под Славенска откатились? Причем, даже мимо Красного Лимана, прямо аж под Сватово-Кременную. Почему не названы фамилии вот этих людей, которые командовали? Ну и в конце концов, там же боевые генералы, правильно, Владимир Адольфович? Не какие-нибудь там полковники, там старики, которым должны спокойно встречать старость, по вашему мнению. С лампасами, там со звездами, красивые такие, в фуражечках таких размалеванных, расписанных, спецных. Что почему не сказано про трудное решение с Херсоном? Его тоже я принимал. А никого там, кстати, за предательство после этого не расстреляли, после трудного решения. А там, между прочим, тоже целая группировка была российских войск. Где уж мне с моими там тысячу с небольшими, из которых еле-еле вооруженных было там, меньше тысячи, славянские в осаде, которые сидели. Ну, у нас была не одна сломанная, но на целых две на тот момент было, да. А тут... Ну, ошибся на одной. Ну, да. Ну, а, как говорится, про Изюм, там, Купянск, Казачью Лопань, там. Их кто оставил, тоже я. Но те, кто лучше вас понимают в современной войне, Игорь Ильич. Ну, конечно, но боевые генералы, правильно, то есть я в современной войне ничего не понимаю. Я вот, например, совершенно не понимаю, как можно штурмовать сейчас позиции противника без артиллерийской подготовки, без уничтожения, подавления артиллерии противника в тылу, без воздушной поддержки, без господства в воздухе над полем боя. Вот, ну, не понимаю я, как можно штурмовать. Как можно штурмовать, чтобы не положить кучу людей и добиться еще и результата. А вот, видимо, наши боевые генералы это прекрасно понимают. Потому что все, что я слышу в рассказах про эту войну, это в основном нашей авиации нет, Укровская прилетела, ударила, нанесла потери, мы пошли на штурм, наша артиллерия постреляла неизвестно куда, нас накрыли огнем, мы с кучей двухсотых и трехсотых откатились на исходные позиции. Это, ну, кто, причем иногда и фамилии генералов боевых назывались, которые руководили, причем, боевыми группами на уровне взвода, естественно, по телефону, не лично. Ну, вот, с таким боевым опытом мне тяжело, конечно, тягаться, вопросов нет. Вопросов нет, конечно. Это, Игорь Иванович, вы рассуждаете о войне по шаблону, чтобы господство возить, карты подготовки, огневой вал. А вот так, современная война, когда, чтобы, так сказать, без артиллерии... Видимо, современная война заключается, как сегодня правильно написал Мурс, вот, построить, он назвал это линию Фаберже, я это называю линию Суровикина, вот, набросать в грязь бронеколпаков, чтобы они... Без фундамента, да. Чтобы они ушли по амбразуру в грязь, вот, дальше хоть трава не расти. Наша задача, их колпаки набросать, а кто в них будет сидеть, и будет ли кто-то нам насрать. Вот, видимо, в этом заключается талант наших генералов, в данном случае военных инженеров, которые строят эту линию. Нет, я так, нет, я так воевать, конечно, не умею. Давайте уж лучше по старинке тогда. Не бы, не бы, знаете ли, вот хотелось бы, чтобы реально сначала было подавлено ПВО противника, потом после подавления ПВО противника, чтобы над полем боя возникло господство в воздухе, чтобы наши штурмовики и боевые вертолеты могли поддерживать свои войска и подавлять артиллерию противника. Подавили ее. После этого, чтобы наша артиллерия начала разрушение позиций противника, а контрбатарейную борьбу, которую противник будет вести со своей стороны, опять же подавила наша авиация. И так же наши контрбатарейные системы и силы. После этого я хочу, чтобы вой, после того, как огневая система врага будет разрушена, частично хотя бы, пошли разведывательные группы, которые выявили бы неподавленные точки огневые врага. Чтобы эти точки были уничтожены после этого огнем артиллерии и огнем танков, используемых как штурмовые орудия с достаточно дальнего расстояния, избегающего, по крайней мере, минимизирующего их возможное поражение средствами противотанковыми ракетами. И только после этого, конечно, я хотел бы, чтобы в бой пошли штурмовые группы. А после того, как они прорвут первую, а потом и вторую линию обороны противника, я хотел бы, чтобы они не просто там засели, а чтобы они закрепились, а через их боевые порядки, развивая успех, вглубь обороны противника, пошли мотомобильные части на боевой технике. Чтобы не просто подвинуть противника на 200-300 метров или хотя бы на 2 километра, как недавно хвастались, а чтобы они дошли до позиции артиллерии врага и добили ее на этих позициях. Чтобы они дошли до штабов врага и до тылов врага и разгромили их. И чтобы они создали внешние и внутренние кольца окружений, вокруг окруженных группировок противника, для их последующего уничтожения. Вот как мне хотелось бы воевать. Хотя я не оканчивал ни военных училищ, ни военных академий, в обилии законченных такими замечательными генералами, которые командуют у нас сейчас. С отличием и с красными дипломами они заканчивают в основном. Не знаю, сколько они ящиков коньяка завозили, что они так покраснели от стыда их дипломы, но тем не менее. Я говорю не про всех. Я знаю действительно хороших генералов, которые действительно грамотно и нормально командуют. Но они, к сожалению, первую скрипку не играют на фронте. Ну да, вот видите, я так по старинке, Владимир Рудольфович. Хотелось бы мне по старинке воевать. А так, по нынешнему, я, конечно, не понимаю ничего. Я не понимаю, как можно сесть за пассивную оборону в ситуации, когда против тебя воюет весь мир, в надежде отсидеться. И плеваться ракетами почему-то не по важнейшим объектам инфраструктуры транспортной, а почему-то стрелять, причем с большим ограничением, и не дай бог добить полностью стрелять по объектам электроснабжения. Чтобы оставить обязательно население без электричества, но чтобы газок и нефть продолжали поставляться через территорию Украины уважаемым и дорогим западным партнерам. Вот не умею я так воевать. Мне в голову даже не приходит, что так вообще можно воевать. Более того, как спокойно встречающий старость пенсионер госбезопасности, я бы с большим удовольствием провел бы следствие. А кто же у нас так замечательно научил воевать наших генералов, наш генеральный штаб и так далее? Кто же давал такие шикарные и дает такие шикарные установки им для ведения воевых действий? Но, как говорится, бодливый корове бомб-хрох не дает. В любом случае, Владимир Владимирович, и вам спокойно встретить старость вряд ли удастся. По одной простой причине. Если наши генералы будут воевать так же, как они воевали предыдущие 10 месяцев, у нас есть все шансы проиграть эту войну. Если вы еще рассчитываете отсидеться, если не на озере Кома, где у вас конфисковали или арестовали пару ваших вилл, я не помню, две там у вас или три, а в Израиле, то мне отсидеться, конечно, не придется. Но я бы, конечно, сделал все, чтобы вы тоже не успели туда ударать, если бы у меня была возможность. Это единственное, что вы добились своим сегодняшним выступлением. С чем я вас и поздравляю. Мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо, бо разом мы сила. Підпишіться на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар и поширюйте эту информацию.